Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара ActionX, который в магазине сейчас продается за 8000 голды. Выкатим этот танчик, посмотрим как он играется в полукорявых руках, таких как у меня, со статистикой менее 50%, дабы вы понимали, имеет ли смысл вам тратить 8000 кровной голды, особенно если вы не донатите в игру, на покупку конкретно данной машинки. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу как обычно попросить каждого из вас, особенно обращаюсь к тем, кто смотрит мои видео, не подписавшись на канал, оформите пожалуйста подписку. Для вас эта подписка ровным счетом не будет стоить ничего, вы ничего не потеряете, ну а я приобрету подписчиков, приобрету возможность развивать свой канал и развивать свое детище. Также можете поставить лайк данному видео, я буду вам очень благодарен за оценку моих трудов. Итак, ребятки, что такое экшн-икс? Это восьмерочка, это прем, мы кратенько посмотрим технические характеристики по данному танчику, как обычно смотрим исключительно на пушечку, а все остальное заценим в бою. Итак, бронепробитие 226 единиц, больше чем достаточно для того, чтобы отыгрывать на восьмерках и, честно говоря, неплохо для того, чтобы отыгрывать против девяток, конкретно в разрезе уровня пробития брони. Что касается урона, урон, ну у нас средний урон составляет 190 единиц, смехотворная цифра для тяжа на восьмом уровне. Но, ребят, в комплексе с перезарядкой в 4 с копеечкой секунды, что я считаю просто обалденной скоростью перезарядки, суммарно пушечка будет выдавать 2673 урона в минуту. Если вы хорошо примастыритесь играть на этом танке, ну и будете очень качественно заезжать туда, куда надо, для того, чтобы наносить все, что нужно. Углы наводки просто великолепные, как для тяжа, минус 10, в принципе, хватает для игры и плюс 20, это просто шикарно для того, чтобы отстреливать врагов, которые где-то сидят там на холмах. Как правило, это либо какой-нибудь там СТЛТ, закинувшийся на горку, чтобы вас засветить, ну, либо какая-нибудь ПТшечка, которая пытается работать на дальнем расстоянии, а вы уже к ней доехали. Разброс в 293, ну, там 0, 293, мне цифра ни о чем не говорит, просто сразу заблаговременно скажу, что в бою этого круга сведения, ну, просто шикарно и достаточно для того, чтобы выцеливать мягкие места в ваших противниках. Ну, а теперь давайте закатимся в бой и посмотрим, что он может. Итак, ребят, не хватило нам и двух секунд, усправились за одну. Для того, чтобы запрыгнуть в бой, мы находимся в топе. Сейчас посмотрим, что этот танчик может. Может, заценим изначально сразу его подвижность, ну, и параллельно обсудим некоторые еще нюансы по данному танчику. Итак, что хочется сказать по подвижности. Как видите, мансит вправо-влево, он как для тяжа восьмого уровня довольно неплохо. Скорость набирает он, безусловно, не сильно бодро, но и нельзя сказать, что сильно медленно мы катимся. КВ-4 плюс-минус мы догоняем и, скорее всего, и нормально будем обгонять. Ну, и, в принципе, все другие тяжики, они, в принципе, на восьмом уровне не отличаются особой подвижностью. Какой танчик не возьми, плюс-минус будет где-то так. Ну, а значит, вы уже не уступаете своим врагам, ну, и не сильно отстаете от своих союзников, если одновременно с ними заходите в бой. Что касается углов наводки, точности стрельбы на дальнем расстоянии можете заценить сейчас. Ну, и плюс скорость перезарядки, она такая, что вы можете, в принципе, успеть накинуть два раза по противнику, и он, возможно, не успеет уехать, если у него подвижность, ну, плюс-минус не сильно приятная для него. Что же касается урона. Да, урон средний у него, ну, за один шот, я имею в виду, альфу, он не сильно показательный абсолютно, да, там 190 единиц, если я не ошибаюсь. Ну, как бы ни о чем. Многие СТ-шки-то на восьмом уровне имеют выше уровень альфы за один выстрел. Но в комплексе с вот этой вот скоростью перезарядки, которую я лично считаю, как для ТТ, просто бешеной какой-то цифрой, в 4 секунды, ну, мне, честно говоря, играть на этой пушечке крайне приятно. Танчик очень играбельный, он не отличается какой-то существенной, там, броней. У него броня такая, знаете, как я люблю говорить, исключительно рандомная, периодически что-то от него отскакивает. В основном он принимает, то есть, ну, вот сейчас мы примем от Лёвы абсолютно спокойно. Но при этом всё, периодически у вас будет получаться становиться как-то ромбом, как-то танковать, в общем, где-то что-то принимать себе в башню, как непробитие. Ну, вот как-то вот так будете отыгрывать. Во всём остальном, моё скромное, субъективное мнение, танчик очень играбельный, он очень приятный, он не является имбой. В своё время, когда он появился, да, это был имбовый танк, я не знаю, как так получилось, что данная машинка, она перестала быть имбой, нагибающей прям всех в рандоме, но до сих пор остаётся крайне удачной машинкой в танках. Ну, вот, пожалуйста, там, непробитие, мы, в принципе, их принимаем. Да, это семёрка, но у Эстэ Эмиля пробитие плюс-минус неплохое, как для ПТшки. Что же касается скорости перезарядки, возвращаясь к ней, то вот она позволяет нам вот так вот добрать Лёву, когда там было мало ХБ у Лёвчика, добрать того же Эмиля, разобрать его за несколько шотов. То есть, в принципе, вот эта вот скорость перезарядки, это и есть тот огромный плюс, о котором можно сказать в данном танчике. Точность, как вы видите, очень классная, это была сейчас больше рандомная подкрутка рикошета у ИСа. Дело в том, что, ну, в принципе, это мы попадаем туда, куда надо попасть. Нас уже сбоку разбирают, я не знаю, честно говоря, что делать. Нас разбирает АМХ, если мы сейчас АМХ, да, не успели мы его обойти, надо было раньше, но да бог с ним. В общем, смысл сводится к чему? Смысл сводится к тому, что маска орудия у него отсутствует, да, там, как таковая, по крайней мере, она не прорисована. Но мордочка сделана такой формы, что, в принципе, от неё рикошетит в районе самого орудия. Башенка защищена от фугасов вот этим вот там листом наружным. Я не знаю, честно говоря, насколько оно там фактически фугасы не принимает, но фугасами вас особо гасить никто и не будет на этом танке. По результатам нашего боя мы проиграли, но, ребят, мы нанесли 2551 единицу урона, сделали 2 фрага. По результатам серебра мы подняли на проигрыше 45 тысяч с половиной серебрухи. И в нашей команде по урону мы заняли, ребят, первое место, особо не напрягаясь. Вот просто заехав, накидывая, 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 периодически принимая урон. Давайте сейчас попробуем закатиться ещё в один бой. Посмотрим, возможно, в этом бою получится немножко получше. Ну вот сейчас нас забрасывает с вами в бой против девяток. Я думаю, что в бою против девяток мы с вами сможем получить возможность заценить уровень возможности пробития врагов, которые находятся левелом выше, заценить пушечку в этом отношении. Я, честно говоря, не знаю, поддержал нас е-75, надеюсь, е-75 TS тоже с нами сюда подкатится. Но дело в том, что просто выдерживать против себя девяток самому, ну, этому танчику, честно говоря, сложновато. Итак, точность стрельбы на большом расстоянии даже с вот таких вот каких-то вот ходовых, я бы назвал, ну, вертухан, не вертухан, но без полного сведения, очень неплохая. То есть довольно часто у вас будет получаться накидывать. Ну вот мы сейчас опять откатились, в нас не пробивают. Мне ещё чем нравился этот танчик всегда, ну, е-75, ну, слушай, ну, не будь жадиной, дай тоже спрятаться, я тоже жить хочу. Ну, в общем, о чём я говорю? Я говорю о том, что вот точность этой пушки, она просто поразительная. То есть вы, в принципе, вот так вот стоя накидываете, потом прячетесь и, заканчивая разговор, мне всегда нравилось то, что пушка у этого танка расположена, ну, максимально высоко по отношению к башне. Таким образом, получается, что вам выходит прятаться вот так вот за каким-нибудь препятствием и, в принципе, противникам приходится выцеливать исключительно вот эту верхнюю комбашенку, которую, ну, откровенно говоря, когда я встречаю экшен-иксов в бою, мне выцеливать эту башенку периодически крайне сложно. Я так понимаю, что это направление мы в любом случае сейчас начнём сливать, а значит, нам надо потихоньку откатываться назад. Е-75 играет как-то, ну, крайне неспортивно, он постоянно поджимает, я думаю, что нам проще от него просто уехать. Да, это как-то не совсем воспитано и культурно, но попытались, по крайней мере, сканать. Что хочется сказать ещё вдобавок про этот танчик. Ну, вот были рандомные прилёты в башенку и рикошеты, да, это то, что я говорил, что башенка, в принципе, танкует. Комбашенку выцелить в нём довольно сложно. Нас прошили в нижний бронелист, нас прошили, да, в верхнюю часть башни, но уж что есть, то есть. И хорошо, что нам не заехали куда-нибудь там в корму или в бок, потому что в таком случае, ну, в него залетает, в принципе, абсолютно спокойно и абсолютно без печали. Все противники будут просто натыкивать вам снаряд за снарядом. Скорострельность пушки, как мы уже обсудили, она обалденная, углы наводки суперские, подвижность достаточная для того, чтобы играть. Да, вот ситуация, когда мы пытались от Е-75 укатиться, потому что места он нам там не оставлял абсолютно для манёвров. Возможно, это была моя ошибка, я не спорю с этим, как я уже говорил, руки у меня прям, ну, не уж совсем ровные. Я не статист и я, там, не бешеный какой-то танкист, который прям играет как бог. Ну, что есть, то есть, ну, а откатываться назад на нём действительно, ну, сложновато. То есть скорости движения назад, чтобы спрятаться за какое-то укрытие, надо рассчитывать, что у вас не будет хватать. Теперь, ребят, вернёмся к подсчёту наших результатов. Мы нанесли 1192 урона, мы не смогли нанести больше урона, чем в прошлом бою, но мы смогли протестить пушечку на дальних расстояниях, её точность и её возможности. За наши вот такие вот бедовые, в принципе, результаты по бою мы в любом случае получили серебром 36,5 тысяч серебра чистыми. Ну, я считаю, что, в принципе, с учётом того, что мы заняли второе место с конца по уроду, это неплохо. Но, как вы видели по предыдущему бою, танчик может гораздо больше и гораздо лучше. Как я уже говорил, свои видео я снимаю от начала до конца и из песни слов не выбрасываю. Вот как отыграл, так отыграл. И плюс-минус вот так периодически будет отыгрываться у вас этот танчик. Скажу откровенно, когда я не разговариваю, когда я не рассказываю что-то и мои мысли не заняты формулированием текста, танчик играется гораздо лучше. Возвращаемся к предложению, которое в магазине и высказываю своё субъективное мнение по возможности или необходимости приобретения данной машинки за 8 тысяч вот в таком вот голом виде. Скажу честно, я считаю, что Action X это must-have любого танкиста с полуровными руками. Я не знаю, насколько эта машинка считается имбовой среди ребят, у которых статистика превышает 50-55, и тем более выше процентов побед, я думаю, что пользуется популярностью, потому что машинка играбельная, и я думаю, что с более ровными руками она ещё лучше играется. Моё скромное мнение, я бы рекомендовал вам даже за ваши кровные, которые вы долго копили, и вот если у вас есть вот эта сумма, я бы рекомендовал вам потратить эту сумму на приобретение данной машинки. Action X это действительно стоящая машинка того, чтобы её купить и потратить кровных 8 тысяч голды. Это моё субъективное мнение, если вы имеете обратное мнение, напишите об этом в комментариях. Ну а если вы купите эту машинку после моих рекомендаций, поиграете на ней, и она вам понравится, я вам буду очень благодарен, если вы вернётесь на это видео и оставите свой отзыв, или точнее комментарий позитивный в отношении того, что вы не зря приобрели данную машинку. А на данный момент, ребят, у меня всё. Ещё раз прошу подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Мне будет очень приятно, и вы очень сильно поможете моим начинаниями, продвижению моего канала. Всех благ вам, всего хорошего, катайте в танки и получайте удовольствие.